Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова Кола. Кола! познакомилась с подружками две девочки алиса 2 не помню как зовут но дружат в общем здесь на море вместе даже после купаться рыбок кормили мы приехали в аланию сколько кораблей стоит улицы все начиная с автобусной станции на которую привезли подобного плана с обеих сторон идет такой движ как бы магазин это сейчас первая улица которая более спокойная так в основном продают вещей много рестораны и очень красивые пейзажи виды типа вот таких вот мы чуть-чуть и не были здесь ни разу здесь немножко дальше козылку ле красная крепость одна из достопримечательностей алании такая красная басня это здесь вид красивая очень конечно это красная башня языков вот такой один из переходов в этой красной крепости сделать всех сторон финики растут инжир вот дерево инжирная гранат вот вид красивый открывается на аланию и порт с пиратскими кораблями ой классно здесь вообще конечно вот это вид такой вообще здесь такая поднялись наверх этой башни крепости и вот такой вид открывается шикарный красота конечно неимоверная вот по всему городу растут мандарины инжир маленький растет смотрю а вот это инжир маленький видишь растет вот это инжирные деревья здесь еще одна обзорная площадка такая вот по всей набережной стоят такие телескопы за одну леру можно посмотреть то что не видно на гору например здесь есть на самом деле она очень огромная но на вот на гору идет далеко вот туда вот он туда идет очень далеко и вход в нее наверное все таки снизу как-то там сверху и потом спускаться наверно вниз как-то смотри куда она идет там вот вот аж туда заходит не знаю почему но постоянно и в германии шел забудился выходил кладбище и здесь кладбище тут еще одна такая обзорная площадка где ездят эти кабинки мальчик 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 но они не предупреждали а тут околушка открыто кстати можно снимать страшно тебе у нас был пол стеклянный на самом деле здесь есть обзорной площадке с которых такой же вид идет вот эта крепость видишь промежуточная станция а мы выходим на выходите в общем мы пока я снимал думали что это промежуточной станции сидим дальше едем это говорит давай давай мы чуть назад не вернулись вот эта поездочка было не ну мы могли бы поехать еще раз короче мы чуть не поехали обратно туда вот этот эта гора вот алания вот какой-то мостик посмотрим а есть билет в одну сторону а билет в одну сторону это ты сюда приезжаешь и потом назад пешком идешь получать красота какая конечно там ходили внизу уже плохо видно наверное ночью но попробую снять что-нибудь ойся наша сосредоточена на кукурузе вот такие красоты вот мы поднялись на гору на эту с фуникулера в канатке здесь вот мы идем поэтому по этой крепости получается стенах этой крепости и посмотрим куда она доходит конечно конечно здесь такой путь немаленький с этой канатки стоимость 39 лир взрослый и 26 ребенок без разницы возраст так сказали на сегодняшний день 39 лир это 10 лир это 1 евро 390 в общем 33 90 евро это 10 лир ой что говорю 10 лир это 1 евро 39 лир стоимость подъема 1 взрослого человека на канатки и 26 лир стоимость на ребенка наши четыре года мы оплатили и ограничение нет по возрасту вот здесь собственно и все вот в общем ресторан это палатки с сувенирами там вот ресторан с музыкой живой наверное сувениры но здесь не знаю как ночью днем мы ходили рядышком был обзор очень классный ночью видно только те огни с горы но по-своему тоже прикольно что лучше ночью или днем днем я снимал возле этого места гору красиво конечно очень красиво а и 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 вот все мы возвращаемся обратно ну прогулка я вам скажу такая прикольная если хотите посмотреть город сверху на именно саму всю аланию и вот эти все виды прекрасные днем конечно нужно приезжать вот мой совет такой приезжает в одну сторону брать билет подниматься вот на эту гору смотреть фотографироваться и любоваться этими видами и дальше идти в город там дальше такая башня стоит и пройти семена самим пешочком спуститься с нее обратно вот ну а это стоит 32 лиры а 39 туда и обратно то есть при и сюда вас привозят походили посмотрели и обратно сели уехали вот так вот вот так выглядит эта кабинка и 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 Да нет, ты туда смотри, вдаль. Видно тебя? Я в этаже не смотришь, ну вообще уже. В кабинке смотри, как внизу. Иди в окошко посмотри, вород какой вон. Иди сюда, пожалуйста. Нет, я смотрю в окошко. Какой в коробочке? Уинь, уинь. Коробочки, без воздуха. Почему? Нет, тут окна открыты, почему? Вот люди едут возле нас, видишь, поднимаются только наверх. Вот тут речка, над речкой лежит. Какие-то грустные. Это ж не речка, это же море. А, точно. Вот это пляж Кеопатра. Его правда сейчас плохо видно. А, вот это нельзя дрогать, да? Вот это. Вот это. Вот это. Давай, не забудьте попасть. Мамочка, что хочу нагревать здесь. Еще раз. Смотри, смотри, мы сейчас уже презентятся, как с вами. Все, финиш нашей этой прогулки по канатной дороге. Фуникурер. Фуникурер вот такого чипа. Станция. Не бойся. Не бойся. Попрыгнула и пошла. Да. Да. Тормози, тормози, чтобы не боялась. Все, приехали. Видишь? Фактически. Ты же не можешь. Вот это вот. Сейчас ночи. Получается, каждую ночь в этом отеле происходит вот это вот. Музон на всю, короче. Одна компания, там вторая. Сюда не видно, короче. А там поют вообще, горлопанят на всю. Уснуть невозможно. Это просто уже пятый день и реально одно и то же происходит все. Берут бухло, короче, и не могут угомониться с утра до вечера бухают и всю ночь. Мало им, блин. Просто кто любит отдыхать, хотя бы ночью с 12. Это Unreal. Часов до трех нужно терпеть все это. Всю вот эту дичь. Как вам? Как будто прямо в номере играют у тебя. И вот отель. Смотрите, все окна выходят именно вот сюда вот. Именно вот так вот. Красивый закат солнца сегодня. Вот. Небо практически чистое. На пляже людей уже почти нет. Только те ценители искусства и красивой природы. И те, кто в последний день здесь, наверное, или предпоследний, пришли фотографироваться. Потому что обычно люди все приезжают и зависают там на баре. В последний день все бегут к морю фотографироваться, хотя все 7 дней, или кто на сколько приехал, практически провисели у бара. Но это 90% людей, это факт. Здесь в Турции реально, блин. Сколько людей не приезжают, все именно на баре сидят возле бассейна. Поближе к бару больше ничего не интересует. В общем-то, после 10 дней проживания или 9 дней проживания в этом отеле в Сензи, посмотрите, какой у нас вид был с этого балкона. Вроде и вид классный. И балкон большой, и номер огромный. Хотя, наверное, где-то привезите на одинаковые. Балконы разные. Вот здесь большой балкон. Вот такой огромный. Но тут постоянный кипиш. То есть, окей, днем не вопрос. Но ночью тут постоянный просто ор, крик. Вот здесь вот на шезлонах бухает, здесь дискотека проходит до часу ночи. Класс! Молодцы! Супер! А еще что есть? Еще, может быть, есть танец... Какой есть танец там? Вспоминайте. Что-то стесняешься? Вспоминайте. Вот сегодня 12 дней уже прошло, как мы в Турции. Сейчас я нахожусь на одном из таких волнорезов. Такой пирс мини. Здесь видно большое количество отелей, которые здесь самые популярные. Вот Хайдер Паша близко здесь. Там дальше всякие азуры там. У людей море. Море теплое. Погода очень хорошая. На, значит, завтра обещают дождь. Хотя небо чистое, голубое. Но, возможно, там где тучи, там где горы, вот есть тучи немножко. И воскресенье будет 90% дождь. Ну, посмотрим. Мы думаем взять машину на прокат и поехать покататься в эти дни. Дальше попробую снять все пляжи, которые находятся в этом регионе, в Турклере, от этих отелей. И показать, где у кого какой пляж. Вообще место такое не сильно чистое на пляжах. Но они пытаются там убирают, но есть немножко дальше. Вот чем некрасивее, скажем так, пляж идет без этих шезлонгов, тем там чище вода. Потому что мало людей купается и можно в чистой воде покупаться. Вот как здесь, например. Вот здесь чистенькая вода. Вот мы приехали на Клеопатра-Бис. Хотя мы идем на пещеру. Вот здесь, в Волании. И зашли по дороге на Клеопатра-Бис. Здесь, конечно, совсем другое все. И, значит, пляж. Смотрите, песочек какой. Все вот эти места, это все бесплатно. Все шезлонги, то есть и все вот эти вещи, которые на пляже, это все бесплатно. Куда? 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 Возошли в пещеру Домболаташ. Это называется. Пещера Домболаташ. Вход у нее. посмотрите как здесь красиво честно говоря в пещере никогда не был первое настоящее находится она возле пляжа клеопатра в алании то есть найти ее очень легко идете к пляжу клеопатра и она там у любого человека спросить вам скажут совсем рядом находится она выглядит сталактита сталагнита вон мои стоят ждут пойду к ним конечно прикольная такая она что нравится тебе здесь только у вас здесь мы залезли и сидим здесь честно говоря очень маленькая такое пространство и уже жарко в общем то она такая маленькая пещерка вот такая вот здесь заходишь вот сама пещера это волос тут маленький и все ну и как бы стоит это все удовольствие 12 верно взрослого человека ребенку бесплатно для нас филор это 1 евро 1 евро 20 евро центов вот такая вот Вот такая вот пещерка.